уборку чеснока я завершила как видите немножко на неделю позже надо было 12 июля как полагается выкопать но дожди нам не дали после дождика вот выкопала вот у меня лежит этот чеснок уже третий день сохнет на основной грядке я его никогда не убираю после выкопки чеснок очень хороший это сорт у меня любаша второй ряд это грибовский головки вот такие красавицы смотрите какой красавец чеснок головка раз два три 4 5 6 7 8 8 зубчиков чесноке вот такой вот вот тот чеснок у меня лежит это с маленьких зубков которые семья потом получали зубки я высаживала тоже неплохой можно взять для сравнения тоже самое неплохой вот я считаю но у меня отдельно вот этот чеснок это у меня чеснок любаша дальше идет чеснок грибовский тоже неплохой чесночок то же самое 366 тоже зубчика очень хороший тоже чесночок мне он нравится потом идет комсомолец сады россии чеснок выкопали мы чеснок что будем делать дальше как и любая культура чеснок лук требует конечно своей обработки я никогда не спешу сразу класть на просушку я всегда оставляю на грядке как видите здесь и она у меня лежит дней пять если погода позволяет если позволяет не позволяет погода естественно я заношу закрытое место не трогаю мочку не трогаю и стебель потому что от стебля головка чеснока у нас еще питается поэтому пусть на здоровье себе лежит и как засыхает до конца когда засохнет до такой вот уже спелости возле самого основания тогда уже можно конечно его и обрезать и мочку немножко я подпаливаю вот так вот кто захочет посмотреть как я высаживаю как я подкармливаю у меня есть ролики посмотрите выкопанный вот этот чеснок он содержит очень много влаги поэтому ему нужно конечно хорошо пролежать даже на основной вот этой грядке чеснок если заложить его сразу же то он конечно может заплесневеть или же дать загнивание поэтому лучше его просушить на грядке как определяется готов ли чеснок чеснок к выкопке первое что взять выкопать одну головку и посмотреть по плотности если она плотная головка это значит чеснок наш готов к выкопке успела я до дождя высушить свой чеснок смотрите сколько у меня его много получилось 4 вида меня или 4 сорта как называется вот чеснок я его обрезала мочки немножко пришла и теперь я буду вязать пучки и на чердак хранить мы будем его на проветриваем чердаке сейчас я повяжу и мы его подвесим он будет храниться до самого сентября то может и позже успела до дождя я сорвать лук смотрите какое хорошее штутгартный risen этот лук вот он как бы такой вот лепешечкой тоже хороший лук видите на ладошке он у меня вот такой вот лук хороший там у меня лук розанна смотрите какой сорт новый был розовый у меня розанна а это вот такой вот может быть и не розанна но продали мне так вот лук как розанна очень хороший лук вот тут картон risen здесь у меня бамбергер вот он лучок отличный лук сладкий на вкус сочный очень вот меня с пол килограмма смотрите сколько бамбергера это лука очень хороший он похож вот на розанну на тот сорт и отдельно его вот он видите какой красивый крупный очень лучок для сравнения смотрите в ладошку не умещается прям вот все так взять на всю вот ладошь еще две вот такой крупный хороший лучок если встретите такой лук берите не пожалеете вот он хороший в стрелку не идет он сладкий срочный очень и очень даже хорошо хранится вот у меня прошлом году этот лук лежал вода июля месяца при спокойно для хранения очень даже хороший лучок сейчас мы разрежем посмотрим такой разрез плотный плотная луковица так что рекомендую такой лучок